Русские народные песни Не сказано прекрасен мир народной песни. Песни разнообразны, как труд людей, их обычаи и обряды. Бытовые песни можно разделить на несколько групп. Обширна группа календарных песен. Их пели в определенные дни года, по праздникам. Календарная песня – это песня, исполнение которой в другое время, вне праздничного обычая, было бы лишено всякого смысла. Новый год встречали в надежде на доброе житье. Всюду по деревням и городам, на так называемых святках, из дома в дом ходили подростки и величали хозяев. Величальные песни на юге называли «Каледой», около Москвы Владимира и Рязани – «Овсенем», на севере – «Виноградьем». Тема, смысл и образы их, однако были одни и те же. Обычай обязывал угощать певцов. Чем щедрее было подарение – кусок пирога, пышка, ломоть хлеба, денежка – тем ближе казалось исполнение доброго пожелания. Хозяева дома и певцы вступали в обрядовую игру. Название «Каледа» возникло из названия первых дней каждого месяца в римском календаре – «Календ». «Календарь римлян» был перенят в давние-давние времена славянами. Весну закликали песнями веснянками, в майские дни чествовали деревья и цветы. С календарными песнями по-своему связаны хороводные, игровые, плясовые песни. Обширны группы песен, не связанных ни с обрядами, ни с пляской. Это лирические песни – медленные, протяжные, песни раздумья, песни сетования. Любовные песни – не единственный вид народной лирики. Не менее обширна группа семейных песен. В них выражалась печаль домашних неурядиц. Перед нами встают картины старинного житья-бытья. В особенности – горькие песни о вдовье и сиротской жизни. Как ни тяжела была жизнь народа, неистребимой оставалась шутка. Шуточные песни – особая группа лирических песен. Народ трунил над незадачливыми женихами, спесивыми невестами, неумелыми стрепухами. Александр Сергеевич Пушкин упомянул об одной такой песне в стихотворении «Зимний вечер». «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». От лирических песен отличаются свадебные обрядовые песни, предназначенные для исполнения на свадьбе. Пение этих песен предусмотрено самим обрядом. Эти песни были пленительной поэзией, которая украшала свадьбу, делала ее памятным событием в жизни человека. На свадьбе звучали причитания невесты. Причитания плачи звучали и на похоронах, при отъезде в дальнюю дорогу. На похоронные плачи были похожи причитания по рекруту новобранцу. Во второй половине девятнадцатого столетия в народе появились частушки. Среди частушек были лирические попевки. «Лучше нету того цвету, когда яблонь цветет, лучше нету той минуты, когда миленький придет». Особое место в народной песне занимает песня историческая, которая говорит о действительно живших людях, чем-то заслуживших известность, прославившихся, а также о реальных событиях. В исторических песнях поется о том, как Иван IV завоевал Казань, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения пришли спасать Москву от захватчиков, как Степан Разин бразил Волгу на своих стругах, как в Полтавском бою солдаты Петра одержали победу над шведами, как Пугачев пригрозил графу Панину, как Суворов велел армии переплыть море, как Кутузов вступился за честь России. Минувшая история проходит в народных песнях такой, какой ее пережил народ, как он понял ее.